Приветствую вас. В описанной вами ситуации я только не понял, куда делся молодой человек с ее, который у нее был. В описанной вами ситуации я даже не понял, в каких вы отношениях, то есть, ну, были ли вы вместе, был ли у вас секс, как бы, или это все только такая вот, как бы, платоническая, платоническая любовь. Если платоническая любовь, то, скорее всего, все это только иллюзия, ну, ваши иллюзии, к сожалению. Как это видится мне, по крайней мере. Я, конечно, понимаю, что вам может быть неприятно слышать подобное, но тем не менее, будет лучше, если вы это увидите и почувствуете сейчас, пока еще все зашло не слишком далеко. Вот. На мой взгляд, это было бы правильно. Вот. Далее. Отвечая на ваши вопросы. Значит, можете ли вы завоевать эту девушку? Есть ли у вас шанс и как заставить ее уважать себя, уважать вас? Ну, во-первых, уважать вас, девушка, скорее всего, не будет. Потому что изначально вы себя с ней стали так вести изначально, что она поняла, что вас можно использовать, вас можно обижать, вас можно как угодно принижать, вы все это терпите. Можно не идти на примирение, потому что она слишком гордая и так далее. И как правильно сказали мои коллеги, кто-то из коллег, ее не изменить, если она сама этого не хочет. Можете ли вы ее добиться? Да, можете. Если будете действовать так же, как действовали, то есть, ну, валяться, грубо говоря, у нее в ногах, делать для нее все, что вообще она хочет. Если вы будете действовать так, если вы будете двигаться вот в таком направлении, рано или поздно она, возможно, будет с вами. Рано или поздно, возможно, она будет с вами. А, возможно, она и уйдет к другому человеку. Потому что по отношению к вам у нее всегда будет такое чувство, что вы, именно вы, ну, гораздо лучше, чем она. Ну, скорее всего, скорее всего, именно так она думает. И именно это, скорее всего, мешает ей быть с вами откровенно и нечестно. Потому что она чувствует, что вы ее лучше. Отсюда ее злость, отсюда ее пьянки. То есть, она понимает, что не дотягивает до вашего уровня, не дотягивает до вас. Пытается погрузиться в то, что она делала, возможно, и до этих моментов. Пытается погрузиться в то, чем она занималась до того, как она начала с вами взаимодействовать. Вот. То есть, вы заставляете ее чувствовать себя неполноценно своим поведением. И, к сожалению, к сожалению, такие женщины, и не только женщины, но и мужчины, часто уходят к другим совершенно полным противоположностям. Это неприятно, это всегда неприятно, но это такова реальность. Здесь вряд ли можно что-то сделать, вряд ли можно что-то исправить. Значит, для того, чтобы человек вас уважал, чтобы человек относился к вам с уважением, нужно иметь четкие границы. Ваши границы, личные границы. То есть, четкое понимание для всех и каждого, что можно по отношению к вам. Отчего нельзя. Вы действительно своей девочке позволяли очень много. Забота. Ну, забота – это такой аспект, кто-то может его оценить, кто-то нет. Зависит от многих факторов. Вот. Кто-то боится проявления заботы, кто-то, наоборот, агрессирует на это. Кто-то не верит вообще, вообще заботе, в принципе, считая, что, ну, человек, человек не может, не может человек заботиться, не может человек проявлять такую... Модель по отношению к, ну, вот, другому. То есть, здесь очень многое зависит именно от отношения и восприятия самого человека. Это нужно понимать. Поэтому, чтобы человек вас уважал, нужно на самом деле всего лишь устроить личные границы. Это на самом деле не так много. То есть, четкое понимание того, что приемлемо для вас и что не приемлемо. Это стране других людей. Потому что то, что вы терпите, это не изменит человека. Далее. По поводу того, что, ну, вот, по поводу вашей романтичности, да. Я здесь могу сказать по поводу романтичности только то, что романтизм, любой романтизм, это всегда склонность идеализировать. Идеализация также любая. Это свою очередь фантазии. То есть, идеализируя, вы в некоторой степени, значит, ну, фантазируете. Идеализируя, вы в некоторой степени убегаете в своей фантазии от реального мира. Я не спорю, что вы молодец в плане ухаживания за девушками. Вы это делаете хорошо, я уверен, оригинально, ну, качественно и так далее. То есть, здесь, на мой взгляд, все здорово у вас. Но, понимаете, какая штука? То, что вы такой романтичный человек, заставляет меня, в свою очередь, думать, что вам нужно, вам нужна. Такая женщина, которая бы вас, ну, не принимала бы. То есть, такая женщина, которую вы бы постоянно завоевывали. Вот, постоянно. И таким образом, когда бы видели в ней какой-то свой идеал. Возможно, даже идеал недостижимый. И если это так, если это действительно так, если вы действительно видите, желаете видеть в ней недостижимый идеал, то я боюсь, что ситуация не будет лучше, ситуация не будет складываться для вас хорошо, ну, в будущем. А напротив, напротив, будет все только хуже, потому что вы сами будете искать таких людей, таких, может быть, ну, таких девушек, таких женщин, которые для вас будут недостижимы. И это, безусловно, не облегчит вам жизнь. Не может облегчить вам это жизнь. В принципе, потому что я боюсь, опять же, что с самой девушкой, с самой реальной девушкой, вы быть не хотите, потому что принять реальную девушку начинает расстаться с образом вашим. А для вас это очень тяжело. Поэтому сейчас вы будете из-за всех сил поддерживать в этой вот девушке, которая вас не принимает, образ хороший в глубине души женщины. Почему? Для чего вам это нужно? Потому что вам нужна такая вот девушка, которую вы могли бы идеализировать. Чтобы в иллюзиях своих любить ту, кого нет. Когда девушка слишком хорошая, или когда девушка просто хорошая, вам, опять же, этого мало. Вам этого мало. Потому что, ну, недостаточно для вас. Вам хочется, чтобы девушка все-таки была идеальной. А чтобы она была идеальной, нужен максимальный отрыв от образа. И максимальный отрыв от образа достигается именно вот выбором такого персонажа, который ни в коем случае не соответствует реальностью. И вариантов у вас, на самом деле, несколько. Первый вариант, это, значит, жить иллюзией. И, собственно говоря, поддерживать иллюзию. И второй вариант, это все-таки более реалистично смотреть на вещи. Стараться, по крайней мере, более реалистично смотреть на вещи. Вот. И действовать по реальному миру. Т.е. Увидеть, почему, например, вы идеализируете, и для чего вы идеализируете. Что заставляет вас идеализировать девушку настолько сильно. От чего вы мешите вот в эти стихи, в романтику избыточную. Я вот здесь. Т.е. сама по себе романтичность, это здорово. Поймите правильно. Сама по себе романтичность, это прекрасно. Но в данном случае, в вашем случае, она вам вредит. А раз так, это уже не есть хорошо. И от нее вам нужно отходить, по крайней мере, от той степени романтичности, из которой у вас сейчас. Если вы хотите этого, я полагаю, что это можно сделать. Если нет, если не хотите, то, соответственно, помочь вам нельзя. Ну, в таком, в буквальном смысле слова, девушку не принес, они не имеют. Поэтому, облегчить твою жизнь можно только рекомендовать, не понимать, насколько ее какие-то, какие-то, ее какие-то, посылки, ее какие-то слова, на свой счет не принимать. А злость воспринимать так, как будто она чувствует себя, ну, несколько более, знаете, такой, ущербной по отношению к вам. Вот. Опять же, не стоит об этом винить себя, но, что стоит сделать, действительно, так это, пожалуй, определиться с тем, что у нее все-таки есть парень, или нет, у нее парень. Потому что, если парень все-таки есть, то несколько непонятно, чего ожидаете вы, чего хотите вы. от отношений с, ну, с этой девушкой. К тому, что, если у нее есть парень, то, очевидно, что вы для нее это так. Вариант получить то, что она не может получить, например, от него. от своего права. Если вы хотите быть, быть, в каких отношениях, то это ваше право. Но, на мой взгляд, вы достойны большего. И если вы для себя решите, что вы достойны большего, я полагаю, вполне возможно, что вам будет гораздо легче, и гораздо лучше. для этого требуется определенное мужество и сила. Для этого требуется определенная находчивость. и если вы сможете, если у вас будет ресурс для того, чтобы сделать это, сделать свой выбор, то я полагаю, что вы будете счастливы. По крайней мере, вы вполне сможете быть счастливым. 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 Вы вполне сможете быть счастливым. Но только для этого нужны, вот, собственно, усилия. Вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Смотрите. Я понимаю, что страшно. Понимаю, что тяжело делать что-то нужно. Поэтому завоевывать можно ту, кто дает какие-то вообще шансы, надежды и так далее. Если вы просто будете ее добиваться, вы ее добьетесь, но вряд ли она будет с вами. Потому что уже сейчас она во многом с вами из-за того, что, возможно, у нее есть чувство долга. Особенно это ярко выражается вот в том, что вы ну, пишите, да, в начале, что она пыталась отказаться от цветов, пригласил ее погулять, а потом она объяснила, что у нее есть молодой человек. Ну и как бы вот непонятно, почему вы прощаете девушке, что она распространяла плохие сведения. Абсолютно непонятно. И почему вы решили бороться за свою любовь до конца бороться, если у нее уже есть память. То есть, по сути дела, разрушать пару. Зачем? Вот. Зачем непонятно. Ну и личный анализ личный анализ вашей жизни у вас семейные проблемы. Видимо, проблемы некоторые со здоровьем тоже поможет выявить причину такого поведения. Особое внимание я хотел бы обратить еще на то, что у вас есть ну определенный стереотип девушки. Да, ты умная, красивая и порядочная. Это вот тот идеал, к которому вы стремитесь. И вы этот идеал до сих пор не отпустили. То есть, он как бы как был у вас этот идеал, так он и остался. Потому что девушка на самом деле может быть она умная, может быть она и красивая, но она непорядочная. И она закончила быть порядочной тогда, когда вы узнали, что она распространяет на вас плохие какие-то вещи, сведения. И вопрос к вам а какую девушку вы хотите? И почему именно умная, красивая и порядочная? Если вы романтик и уделяете внимание больше духовным ценностям, а не материальным. Тогда вам по идее не важно, красивая она, умная она или нет. Главное, чтобы часак был хороший, а разве нет? Из этого я делаю вывод, что вы скорее всего гонитесь за неким идеалом, который должен вас, по моему мнению, избавить от трудностей, которые есть сейчас в вашей жизни. Хотелось бы, чтобы это было не так, но на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!